друзья всем огромный привет сегодня мы в lightroom сегодня мы обрабатываем пейзаж и в этом видео я вам покажу достаточно интересный и очень простой способ обработки фотографий этот способ заключается в применении градиентов и кисти мы сегодня будем с вами обработывать вот такой замечательный пейзаж если у вас нет похожего снимка но потренироваться в обработке хочется вы можете скачать снимок формате raw файл по ссылке под видео ну и как всегда давайте не будем терять времени приступим итак первым делом я убираю хроматические аберрации и перехожу в базовые настройки ползунок highlights полностью убираю влево ползунок shadows тени полностью убираю вправо теперь я поработаю с экспозиции снимок слишком темный передвину ползунок экспозицию в правую сторону зажимаю кнопку alt и вытягиваю точку черного перехожу верхний ползунок и настраиваю точку белого до появления первых светлых пикселей отлично у нас с вами завалился горизонт давайте мы его поправим переходим инструмент трансформацию выбираем полосочку и выставляем сначала наш горизонт теперь берем еще одну линию и выставляем перпендикуляр отлично снимок выровнялся и теперь я хочу сделать кроп хочу сделать его киношном 16 на 9 и так выбираем 16 на 9 подгоняем рамку правила третия не обязательно но все же глазу приятно когда эти правила соблюдены нажимаю enter выбираю лечащую кисть хочу я убрать вот этот неприятный элемент колечиком мыши подгоняю размер и теперь выбираю тот участок который наиболее похож на то место которое необходимо закрыть я думаю что вот так будет отлично два раза нажимаю enter все непонятное белое пятно мы убрали продолжаем работать первым делом я сделаю снимок слегка теплее и добавлю немного мадженты за счет того что подвину ползунок tint в правую сторону отлично теперь выбираю радиальный фильтр рисую вот такой вот овал ставлю его на центральную часть тучи нажимаю инвертировать вот такое у вас будет по умолчанию мы его сделаем еще теплее и также добавим немного фиолетовых оттенков переходим в управление маской выбираем luminance и верхний ползунок правую его часть двинем немного влево для того чтобы границы перехода между цветами сделать более плавными добавлю сюда немного насыщенности и сделаю даже еще посветлее не буду стесняться отлично нажимаем enter еще раз enter выбираем градиентный фильтр выбираем градиентный фильтр добавим немного мадженты за счет тинта слегка сделаю похолоднее enter enter еще раз выбираю градиентный фильтр теперь мы поработаем снизу нижней частью снимка нижнюю часть снимка мы наоборот уведем в холод сделаем чуть похолоднее tint уведу чуть-чуть в левую сторону повышу текстуру добавлю четкости добавлю немного насыщенности тени уведу вправо осветлю их экспозицию виду влево отлично в 10 пару пятен то ли с матрицы то ли с объектива мы их тоже уберем окей доверимся автомату еще раз окей отлично теперь давайте возьмем кисть сбросим все настройки сделаем примерно на единицу экспозицию в минус колесиком мышки выберу размер и проведу слегка по темным участкам изображения я хочу сделать более контрастную тучу также у меня есть вот здесь на скале вот такой замечательный участок который также хотел бы выделить отлично теперь подрегулируем экспозицию чтобы эти черные полоски не так сильно бросались в глаза отлично смотрим было стала нажимаем кнопочку new теперь берем такую же кисть только сделаем ее чуть-чуть посветлее и проработаем светлые участки вот здесь вот здесь вот здесь колесиком мыши выбираем необходимый размер кисти вот здесь вот здесь и вот здесь экспозицию я возвращаю в нулевое значение и не спеша двигаю в правую сторону клэрити подвинем влево чтобы сделать размытие хорошо нажимаем enter сделаем еще одну кисть выберем значение температуры похолоднее и слегка проработаем участки где виднеется небо давайте тинт тоже подвинем немного в левую сторону отлично два раза нажимаю enter и хочу доработать теперь среднюю точку на моем снимке кликаю на радиальный фильтр вот у меня обозначился тут фильтр который я применял я хочу сместить все таки этот теплый фильтр а немного вправо и мне хочется сюда добавить больше желтого цвета даже температуры максимум не дает того эффекта который я хочу добиться заходим в палитру красок выбираю желтый цвет и мгновенно область обозначена радиальным фильтром покрасилась в желтый цвет так вот на таком цвете я бы остановился сделаю ему не таким насыщенным хочу немного убавить это значение мне хочется чтобы желтый цвет был сконцентрирован вот в этом месте это дает эффект скрытого солнца за тучами отлично вот сейчас получилось очень естественно два раза кликаю enter добавлю немного сочности и на этом все никакую цвету коррекцию больше проводить на этом снимке не нужно снимок и так выглядит просто замечательно давайте посмотрим какая фотография была изначально и что в итоге мы сделали до после скучно великолепно на этом друзья все снимок с которым мы работали скачивайте по ссылке под видео ставьте лайки подписывайтесь если еще не подписаны чтобы получать обязательно уведомления о новых интересных способах обработки фотографий удачных вам сюжетов шикарных снимков и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok